Что же такое происходит? Произошло следующее. Живем в коммунизме, все будет хорошо. Происходит покупка в ипотеку. Все я не могу платить. Фондовый рынок, ну его, пусть в ипотеку, но зато своя. В России, соответственно, этого нет, и у нас происходит некий такой перекос. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда инвестировать в непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить про недвижимость, про ипотеку. О том, что происходит, чего непосредственно ждать. Есть очень много точек зрения, мнений по этому поводу. Я бы хотел поделиться своим. Пойти от истории, почему у нас в стране недвижимость вызывает такой ажиотаж. Вызывает некий такой пиетет, что у нас нужно иметь свой угол. То есть имей свой угол, недвижимость у тебя никто не отберет, есть где жить. Поговорим про историю, откуда в принципе это пошло, почему это пошло. Ну, соответственно, посмотрим, на каких уровнях сейчас находятся цены, чем это обусловлено. Почему идет такая серьезная конфронтация между правительством, где отвечает строительный блок, за доступное жилье, и Центробанком России. То есть льготное жилье, жилье должно строиться. Жилье на самом деле, строительство жилья, оно очень серьезно сказывается на росте экономики, потому что имеет так называемый синергетический эффект, запускает очень многие вещи. И строительные материалы, создание рабочих мест, и ремонт, и краски, и производство. То есть на самом деле именно строительство, оно позволяет экономике очень хорошо заработать. Поэтому, естественно, правительство, когда думает о том, как развивать экономику, говорит, что нужно развивать стройку. Центральный банк говорит наоборот, что, ребят, мы сделали льготную ипотеку, мы хотели сделать жилье доступным, а оно пипец недоступным стало буквально в течение полутора-двух лет после того, как мы решили сделать его доступным. Что же такое происходит? Вот два основных блока, которые хотелось бы рассмотреть в сегодняшнем видео. Если интересно, продолжайте смотреть до конца, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. А мы продолжаем. Ну что ж, друзья, продолжая, да, после небольшой паузы, есть такая замечательная книга за тавтологию, извините, «Замечательное богатство частных лиц в России». Издательство у нас 1884 года, эта книга вышла, Корнович, автор, который провел очень большое исследование, связанное с тем, из чего формировались богатства частных лиц в России, в княжестве, когда это было еще Московское княжество, в Российской империи. И здесь получается, что всегда из-за того, что банковская сфера, банковское направление бизнеса, в принципе, в Российской империи не очень активно развивалось, у нас богатство всегда формировалось за счет того, каким количеством уделов земель ты непосредственно владеешь. Сколько у тебя деревень, сколько у тебя душ. И здесь получается, помимо всего прочего, начиная там с 17-18 веков, происходили постоянные, ну то есть после Петра I смерти, постоянные бунты, смена императоров, кого-то сажали на престол, кого-то смещали с престола. И в этом случае богатство всегда в России, оно выражалось в недвижимости. То есть, кто такой богатый человек-дворянин, у которого есть души, у которого есть деревни, они приносят какой-то определенный доход, и вот с этого дохода я непосредственно живу некую жизнь рантье. В 1981 году, когда была проведена реформа и обмена крепостного права, что по факту произошло? Произошло следующее, то есть землю как таковую не выделили, но крестьянам дали свободу. И вот эта вот история связана с тем, что сами крестьяне, сами души вроде бы как бы стали свободными, но земля по-прежнему осталась у помещиков, то есть по-прежнему богатство сформировалось за счет земли. И крестьяне формально крепостными не были, то есть они могли быть свободными, но опять-таки им для того, чтобы жить, им нужны были какие-то наделы. И они брали наделы в пользование уже у помещиков и платили опять-таки им ренту, да, то есть они могли ее натурально платить, они могли ее платить за счет каких-то отчислений, да, и это ничего не поменялось до революции 1917 года. В 1917 году, что называется, землю крестьянам в фабрике рабочим, ну просто я подробно по истории не иду, можно было бы еще затронуть Столыпинскую реформу, когда выделяли как раз-таки наделы за Сибирью, был введен золотой червонец, очень серьезно осваивались новые территории, появились зажиточные кулаки, да, которые уже владели определенными участками, было отдельное сословие казаков, которым как раз-таки они и платили свои службы за то, что им выделяли в пользование пожизненные земли, да, это Российская империя выделяла государство. И опять-таки все богатство, да, оно формировало земли, иметь свою землю. С революции 1917 года, что у нас произошло по факту? Факту произошло следующее. Землю крестьянам в фабрике рабочим, но опять-таки в дальнейшем это привело в форму раскулачивания. Землю изымали, да, объединили непосредственно в колхозы, то есть частной собственности как таковой не было. Помимо всего прочего, вопрос индустриализации экономики, да, когда у нас формировались новые заводы, фабрики, то есть если посмотреть первую пятилетку в Советском Союзе, то она причины свои, что ставила, да, основными целями плановая экономика ставила. Ставила, во-первых, механизацию труда на селе, автоматизацию и использование машин. Для чего это необходимо было? Это было необходимо для того, чтобы увеличить производительность труда на селе, количество возделываемых полей и урожайности этих полей. Одновременно с механизацией труда на производстве плана, реализации плана ГУЛРО, электрификации, вводилась политика ликвидации повсеместной безграмотности. То есть крестьян начали непосредственно обучать, потому что большой целью было что? Когда у вас увеличивается механизация сельскохозяйственного труда, то у вас высвобождаются рабочие руки, да, то есть крестьян не нужно такое количество людей, чтобы обрабатывать землю. И этих крестьян их нужно куда-то девать, да, и эти крестьяне пошли на фабрики, где уже во вторую пятилетку началось мощное строительство заводов, индустриализация, закупка станков, оборудование в той же самой Америке, в Германии, да, американских инженеров очень много было. И нужны были рабочие руки, которых можно было обучить, то есть нужны были грамотные люди. И когда люди приходили на фабрику, приходили в города и сел, им надо было где-то жить. И получается, что вот это вот исторически, который идет с самых корней, там, с 14-15 века, еще раз, я очень рекомендую данную книжку, да, почитать, каким образом формировались капиталы. Там не только земли, конечно, касается, там и купечество касается, и демидовых, да, промышленников, предпринимателей, каким образом. Но по большому счету именно недвижимость, да. Так вот, возвращаясь к предыстории, почему мы вот свой угол надо иметь. Потому что всегда это считалось некой такой стабильностью. Это всегда считалось еще, там, в советские времена, если у тебя есть свое собственное жилье, то, в принципе, все остальное. Есть у тебя стабильная зарплата, есть стабильная работа, есть определенный государственный план. Мы строим коммунизм, живем в коммунизме, и все будет хорошо. И вот эти вот отголоски, они даже сейчас идут, да. Женщины говорят, я не буду рожать ребенка в чужой квартире. То есть для меня это принципиально иметь собственное жилье, и, соответственно, происходит покупка в ипотеку. Но при этом жизнь изменилась, ситуация изменилась. В той же самой Европе до 60% экономически активного населения снимает недвижимость, да, а не живет в ней. Большими собственниками недвижимости являются пенсионные фонды, страховые компании, которые заключаются в том, что они получаются какую-то незначительную рентную доходность по отношению к количеству ложных денег. Цена недвижимости растет там в среднем на уровне инфляции, и они получают небольшой доход, который позволяет сохранять пенсионные сбережения или страховые резервы, как таковые, стабильно растущие экономики. В России, соответственно, этого нет, и у нас происходит некий такой перекос. Хотя, если посмотреть, с нулевых годов 20 века располагаемые доходы населения росли, в первую очередь за счет нефтяной ренты, в первую очередь за счет того, что цены на сырьевые ресурсы были высокие, да. У нас сиюминутно, одномоментно, буквально в исторической ретроспективе, в очень короткий промежуток времени, буквально за 5 лет, с 1998 года по 2002 год, цены на нефть выросли там с 20 долларов за баррель, да, не знаю, 80 долларов за баррель, в 4 раза цены на выросли. В 4 раза выросла нефтяная рента. И эта нефтяная рента вылилась в том, что у нас вроде бы начали увеличиваться доходы бюджета, увеличиваться зарплаты госслужащих, увеличиваться пенсии. Через нефтяную ренту, в принципе, деньги, которые шли в экономику, доходили до нас, до каждого человека, да, и мы можем вспомнить там нулевые годы, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 годы, то есть было нормой считать, что у меня доход будет расти там на 15, 25, 30% в год. Постоянно росли доходы. И в этот промежуток времени что получается? Получается, что классические инструменты сохранения и приумножения средств, такие как, допустим, акции, облигации, они были непонятны, их никто не проходил, их никто не изучал, но в них, в принципе, особо никто не вкладывался, да. Была понятна покупка недвижимости, да, то есть это, там, я не знаю, 2003 год, мне 22 года, да, то есть это, в принципе, мое поколение. Вот экономически активное население, которое сейчас, у которых начали очень сильно активно расти доходы, это рожденные, там, с 65-го, наверное, по 85-й год люди, вот это вот самое экономически активное население, у которого росли доходы, да, они не знают, как это инвестировать в акции, причем они помнят ситуацию своих родителей, да, или своих молодых, когда деньги в МММ вкладывали, в хопер инвест. Акции никто не покупает, близок до 98-го года. Часть инвестируется в доллары, но, блин, доллары в нулевых годах, да, они, ну, во-первых, были стабильны, ты особо ничего не зарабатывал, по-вторых, они там даже падали в цене, постепенно, да, снижались. Доллары неинтересны. Фондовый рынок, ну, его, доходность банковских депозитов находится на низких значениях, потому что высокая инфляция из-за растущих доходов. И единственный ответ на вопрос был, а что покупать? Покупай недвижку. И получается, что вот эта вот петля положительной обратной связи, что недвижимость всегда растет в цене, да, у нашего поколения, все, кто смотрит, и все, кто является адептами инвестиций в недвижимость, у них есть положительная петля обратной связи. На это еще накладываются установки наших родителей, бабушек, дедушек. Я сам помню, когда меня бабушка долбила, я приезжал, соответственно, в Бугучар, встречался с бабушкой. Утро следующего дня, Максим, я с тобой хочу серьезно поговорить. О чем? Неправильно ты живешь. Я говорю, в смысле неправильно живу? Вот сестра твоя, Оля, она молодец. Они купили квартиру, пусть в ипотеку, но зато своя. Не какому-то дяде там платить, а себе выплачивать. А ты вот что-то там ездишь, какие-то у тебя путешествия постоянные, ты в каких-то поездках, непонятно, чем занимаешься, что это за финансы такие, да, что это за инвестиции. Вот надо было оставаться в Бугучаре, быть следователем и иметь стабильную заработную плату получать. Вон у них у всех зарплата растет последние 2-3 года. Я понимаю, почему у следователей растет, соответственно, зарплата в глобальной экономике. Ну, некое такое лирическое отступление было. Так вот, это про предысторию и положительную петлю обратной связи, почему недвижимость росла. Давайте к текущей ситуации, что же происходит в настоящий момент. В 2002 году, когда началась спецоперация, был резкий взлет цен на недвижимость, начиная с 2000 года. Опять-таки экономика замедлилась для того, чтобы, как я уже говорил, что строительство, оно является большим подспорьем. То есть, если люди начинают инвестировать в строительство, то оно за собой тянет очень много смежных отраслей роста экономики. Сказали, что нужно сделать доступную ипотеку. Доступную ипотеку за счет доступных кредитов, субсидирования и процентной ставки. И доступное жилье перестало быть доступным в течение полугода работы программы. Потому что просто застройщики повысили цены, и вся возможная льгота, которая была по ипотеке, она компенсирована, была ростом цен на недвижимость. При этом, соответственно, доходы населения с 2014 года не росли. И все, кто хотел купить тем или иным образом в 2000-2001 году, они, в принципе, купили непосредственно ипотеку, льготную ипотеку использовали. При этом, что происходило? Из-за того, что начала расти цена на недвижимость, сама недвижимость не стала более доступной. То есть, увеличился первоначальный взнос, потому что выросла цена на недвижимость. Несмотря на то, что проценты по ипотеке были снижены, из-за того, что они начислялись на более высокую базу расчета ипотеки, ну, условно, была ипотека 12% на недвижимость стоимостью 10 миллионов, а стала, я не знаю, там, 8% на стоимость недвижимости 15 миллионов. То есть, сама недвижимость-то выросла в цене. И вот в 2022 году, когда начался застой, когда перестали совершаться сделки купли-продажи, когда Центробанк отреагировал на ситуацию, связанную с тем, что доллар начал очень быстро расти, то есть, чтобы стабилизировать ситуацию, резко повысил процентную ставку. Ипотека стала недоступной, да, потому что все перестали брать ипотеку. И это вот, хоп, и встряска на рынке недвижимости. В ипотеку не берем, за свои деньги покупать непонятно, что будет дальше. Может быть, лучше в долларах это переждать, да. То есть, рынок, хоп, и завис, да, на неком плато. Покупатели не покупают ни по какой цене, продавцы не продают ни по какой цене, да. Ставки по ипотеке находятся на очень высоких значениях. И вот некий такой встряска, да, и заморозка. Что начали делать застройщики? Застройщики, соответственно, на все свои неликвидные объекты, которые не были распроданы, не самые интересные, да, они сделали следующую программу. Продать надо? Надо. То есть, новые площадки взяты, взяты, их осваивать нужно, нужно. Кредиты выданы, выданы, да. И они, соответственно, начали проводить льготную ипотеку, поставки там ниже 1%, и это чисто маркетинговый ход, где происходило завышение стоимости недвижимости на 20-30%, что отражалось в сделках, что отражалось в документах, что отражалось в реестре, что отражалось в расчетах цен на недвижимость. И эти цены, они, соответственно, везде в публичном пространстве, они изменились, они выросли по-прежнему. Но при этом, если сделка проходила за наличные, то фактически сделка проходила по более дешевой цене. И вот эту вот разницу в 20-30% к цене недвижимости получал банк. Почему получал банк? То есть получилось, что, по сути, застройщик ипотечнику продавал недвижимость дороже, а вот эту разницу он переводил банку. Банку он, соответственно, при этом переводил, что такое для банка 20-30% стоимости. Потому что банки берут, заходят в свои информационные системы и видят расчеты, что в среднем ипотека закрывается за 7-8 лет в России. За 7-8 лет закрывается в России, и, соответственно, маржинальность банка какая была, такая и осталась. И получается, они говорят, вот если за 8 лет я буду выдавать там ипотеку под ставку 10-12%, рыночную ипотеку, да, то я с этого заемщика с недвижимостью стоимостью 10 миллионов, я процентных платежей от него получу там 2-3 миллиона. А приходит к нему застройщик и говорит, слушай, давай так, я вот за 13 миллионов продаю квартиру, при этом там 3 миллиона отдаю тебе, банку, то есть твою норму дохода, которую ты получишь за 7-8 лет, да, а ты сделаешь фактическую ставку для заемщика там 0,1%. Давай, давай, посчитали. Что в итоге произошло? Цены на недвижимость выросли и не упали. И центральный банк прекрасно понимает, что вот эта вот недвижимость, которая обеспечена, ну, то есть которая в залоге у банка, которая обременена залогом, да, то есть обеспечена у банка, да. Банк взял себе на баланс по 13 миллионов, но эта квартира не стоит 13 миллионов, она прямо сейчас стоит 10. А если располагаемые доходы еще будут падать, и цены на недвижимость упадет процентов на 20 от реальной стоимости, то реальная стоимость этой квартиры составит уже там 8 миллионов. А у банка на балансе она идет по 13 миллионов. То есть, соответственно, у банка есть, по сути, необеспеченный кредит. И если заемщик вдруг по какой-то причине не сможет выплачивать, и банку придется обращать взыскание на это имущество, то он не получит свои деньги, которые он выдал в кредит заемщику. То есть, заемщик 1-2 года поплатит, потом у него доходов будет недостаточно, он скажет, все, я не могу платить. А банк 8 миллионов выдал. И если он придет на рынок и начнет на рынке продавать эту недвижимость, он за 8 даже ее не продаст. И за 6 не продаст. И при этом нужно понимать, что если это будет носить массовый характер, а люди начнут забирать деньги с депозитов в банке, вот та же самая история, которая была с банкротством американских банков, да? То есть, что в этом случае Центробанк прекрасно понимает? Что если банки начнут изымать эту недвижимость, выставлять ее на торги, продавать, а реальная рыночная цена находится гораздо ниже, у банка будет недостаточно средств для того, чтобы исполнить свои обязательства перед вкладчиками, если они побегут забирать эти деньги. У банка будет брешь в балансе, и он, по сути, будет банкротом. И это тогда банк нужно субсидировать, то есть говорить акционерам, давайте увеличивайте капитал, акционеры скажут, ребята, спасибо, не надо. Или тогда это будут проблемы Центрального банка, и нужно будет спасать средства налогоплательщиков российских, да? То есть, брать как-то на санацию, выделять деньги там из агентства по страхованию вкладов, брать деньги там из резервов государственных, для того, чтобы докапитализировать банки, чтобы вкладчики не потеряли свои собственные деньги. Это вот первая история. Ну, как бы Центробанк это понял и осознал, что, ребят, ну, как бы вот такая вот история, что же вы делаете, да? То есть, это будет существенная проблема. Сейчас получается, что цены, они непонятно где находятся, да? То есть, сейчас нужно понимать, что первый шаг, который заключается, что вот эта вот формальная история, связанная с увеличением цены на недвижимость, она должна вернуться. И то есть, первая история связана с тем, что рынок должен как бы очиститься, да? Привести, то есть, менее доступная ипотека, чтобы был хороший качественный баланс покупателей и продавцов. Чтобы не пришлось спасать банки, нужно стабилизировать рыночную ситуацию цены на недвижимость, с тем, чтобы они были ближе к рынку, потому что это высокий риск у банков. Если кто-то дефолтнет, да, то помимо основных вопросов, которые и так приходится решать с целью спасения экономики, нужно будет еще решать вопросы с банками. Вопрос, опять же, не все изъять можно, да? Не все легко продать. То есть, это лавина может быть такого-такого обрушения. И поэтому, первое, для стабилизации, нужно смотреть, что цены должны быть как минимум там рыночно измениться, минимум динамика должна пойти в направление снижения, и хотя бы прийти, ну, нивелировать вот эти вот наценки, которые были вызваны с льготной ипотекой. Второе, соответственно, должен быть найден баланс между реальным предложением, то есть, сколько людей хотят продать по адекватной цене, согласно тех доходов, которые получает население. У нас доходы располагаемые уменьшаются, соответственно, должен быть найден баланс. Люди не могут, то есть, недвижимость по-прежнему недоступна. И в этом случае, соответственно, нужно, чтобы рынок пришел. Он не может прийти, если, ну, мы можем ждать два варианта. Первое, или должен вырасти спрос на уровень от текущей цены минус 20-30%, или цена должна упасть еще ниже, чтобы подтянуться к реально располагаемому спросу, к уровню доступности. А пока этого не произойдет, оно и будет находиться, да. То есть, кто сможет продавать? Вот в такой ситуации, откровенно, лично я считаю, сейчас еще могут заработать люди, кто продают недвижимость. Люди, кто сейчас покупают недвижимость, ребят, это сжигание денег минимум там 20-30%. Если вы по текущим ценам еще где-то используете какие-то льготные ипотеки, а если вам говорят, не будет никакой скидки, потому что вы берете в ипотеку, вот если бы были наличными, то, может быть, вы заработали. Никак не заработают. То есть, сейчас на рынке недвижимости зарабатывают только продавцы. Опять-таки, с оговоркой, связанной с тем, что мы говорим про жилую недвижимость, мы говорим про квартиры, мы не говорим сейчас про какую-то там коммерческую недвижимость, мы не говорим сейчас про хозяйственную землю, промышленные земли, мы говорим именно про жилую недвижимость. То есть сейчас у кого будут деньги, у того, кто продает, кто успеет продать еще. То есть кто будет жадничать, кто будет по-прежнему оперировать ценами 2022 года. Но, ребят, тогда вы просто будете себя очень сильно жалеть, когда увидите, что вдруг цена упала. Опять, я сейчас вижу очень много хейта, может быть, в этом направлении, который полетит в меня. Но при этом я могу сказать, что спасибо, я за это очень сильно благодарен. Чем больше хейтите, тем больше я зарабатываю. Второе, чтобы этого не было, если у вас есть недвижимость, и вы прям верите, что она у вас не упала в цене, зайдите на ЦАН, зайдите на, я не знаю, на Авито, да, посмотрите, сколько вот стоит ваша недвижимость. Просто рыночные цены, да, вот примерно сопоставимая квартира. Отфотографируйте, зарегистрируйтесь, разместите объявление о продаже. Вас никто не заставляет продавать, поверьте мне, да, но если вы верите, ради бога, даже верьте. Но я предпочитаю, по крайней мере, реальной ситуации смотреть в глаза. Разместите фотографии, поместите объявление и просто посмотрите, какое количество звонков вам поступит в течение следующих 10 дней по той цене, которую вы разместили. Если звонков не поступит, да, ну, снижайте каждую неделю на 10%. И посмотрите, где реально начинается спрос, где непосредственно пойдут звонки от реальных покупателей. Я не вижу страшного в том, чтобы 2-3 раза показать недвижимость, пообщаться с прямыми покупателями, то есть кто покупает. Посмотрите в глаза тем людям, кто потеряет в ближайшее время очень много денег, да, то есть вы хотя бы будете видеть, что это за люди. Посмотрите в глаза реальности и вы опять-таки можете находиться в иллюзии, да, что вы владеете какой-то классной недвижимостью, которая стоит охренеть сколько много миллионов рублей, да. Но посмотрите, где находится реальный спрос. По крайней мере, вы будете честно понимать, каким активом вы владеете. Что делать? Опять, я рекомендации абсолютно никаких не даю, выводов никаких не делаю, да, кто-то может сказать, что я сделал какие-то выводы, нет. Я высказал свою собственную точку зрения, как лично я на эту ситуацию смотрю в настоящий момент, у вас может быть совершенно другая точка зрения, и опять же я ее уважаю. Я хочу, чтобы вы развивали свое инвесторское мышление, посмотрели, какие альтернативы при прочих равных условиях вы можете получить. Вот такое вот решение, а еще более просто, да, в конце уж давайте контрольное в голову, просто звоните риэлтору, говорите, придите, оцените, вот недвижимость, вот я ее хочу продать, вот я хочу ее сдать на долгосрок. Пусть вам скажут, за какую цену у вас ее сейчас реально продать, риэлторы все более и более адекватными становятся. Второе, за сколько, соответственно, ее можно сдавать. И посчитайте, соответственно, за сколько у вас эта недвижимость окупится, если окупится, если она не упадет там еще на какую-то долю процента и не принесет вам удовольствия. Максим, вот я преданный фанат вашего канала, и у вас что-либо видео по недвижимости к ней не надо покупать? Не надо. Жилую не надо. Я неоднократно про это говорил. Понятие альтернативной доходности, то есть право собственности предполагает три правомочия. Владение, пользование и распоряжение. Ключевое правомочие и право собственности это пользование. То есть пользование это извлечение полезных свойств из вещи. То есть если я собственник макбука, то есть я им пользуюсь, использую по назначению, получаю почту, делаю презентации, выхожу в интернет, провожу вебинары. То есть это пользование, извлечение полезных свойств. Я, соответственно, им владею. То есть это является моей собственностью. Если на него кто-то будет претендовать, если у меня его украдут, то я имею право защищать свое право владения. То есть это владение, это мое. Я вот могу сказать, это мое, никто не берите. Если кто-то посягнет на вот это право владения, то я его буду защищать, и государство его отстоит в судебной власти. Соответственно, распоряжение – это право распоряжаться. Я могу его утопить, я могу его подарить, я могу его продать, я могу с ним распорядиться как угодно. Я его могу разбить, то есть я могу сделать все, что угодно. То есть правомочие распоряжения – это предполагает. Ключевое правомочие права собственности – это извлекать полезные свойства. Да, понятно, что право собственности на него охраняется государством. понятно, что я могу им распорядиться на свое усмотрение, как я хочу, но ключевое – это польза, которую я из него извлекаю. То же самое с недвижимостью. Ключевое пользование недвижимости – это жить в нее, иметь крышу над головой, пользоваться отоплением, пользоваться связью, пользоваться канализацией, водой. То есть вот ключевое правомочие. Соответственно, что такое аренда? Аренда – это перепродажа правомочия, пользование и оставление за собой правомочия, распоряжение владения. То есть, если человек, условно, на Удальцовом, это была такая ситуация, квартира стоила 100 миллионов рублей, сдает мне в аренду за 130 тысяч рублей. То есть получается, что недвижимость, вот все право собственности стоит 100 миллионов. Я покупаю правомочие, пользование, извлекать самые ценные, самые полезные вещи, да, я перекупаюсь за миллион пятьсот шестьдесят тысяч, потому что снимал я за 130 тысяч рублей в месяц. Миллион пятьсот шестьдесят тысяч – это 1,56% от всей стоимости недвижимости. Если я беру и продаю эту квартиру за 100 миллионов, размещаю там в облигации федерального займа под восемь процентов, то я получаю в год восемь миллионов рублей купонов. Здесь человек, перепродавая свое правомочие и аренды, ну, пользование, он, соответственно, получает миллион пятьсот шестьдесят минус восемь миллионов, да, ставка альтернативной доходности. Получается шесть миллионов четыреста сорок тысяч рублей разделить на двенадцать. Получается пятьсот тридцать шесть тысяч рублей. Каждый месяц человек платит таким образом на фоне альтернативных издержек, альтернативной доходности. Он платит за то, чтобы иметь два правомочия. Во-первых, чтобы его право собственности на эту недвижимость было защищено. Во-вторых, там, иметь право там стенку разнести, да, подарить ее кому-нибудь детям, да, там, распорядиться на свое усмотрение. И в этом случае, то есть, почему я смотрю с таких позиций? Потому что получается, что в России очень много зарабатывают застройщики, очень много зарабатывают девелоперы, очень много там средств идет на какие-то коррупционные вещи, да, и из-за этого цена на недвижимость завышена, раз. Два, из-за отсутствия понятных, вменяемых альтернатив для инвестирования физическим лицам, где защищается их право собственности, то есть, ну, на недвижимость вроде бы защищается, да. Из-за отсутствия альтернатив весь вот этот вот спрос с нулевых годов, когда у нас доходы росли в стране, соответственно, он сконцентрирован в недвижимости. А так как количество, ну, недвижимость ее же нельзя быстро удовлетворить этот спрос, да, цены на недвижимости выросли. И когда я вижу этот дисбаланс, а этот дисбаланс, он был уже понятен, наверное, с 2007-2008 года, было понятно, что там уже очень серьезный дисбаланс разорвался. Я для себя лично принял решение, что я недвижимость в России не покупаю, потому что я вынужден за правомочия пользования и распоряжения фактически заплатить очень много денег, которые не работают, которые прибыли не приносят, потому что, когда я покупаю недвижимость, я эти деньги замораживаю. То есть, они мне какую, какую они мне доходность несут? По сути, они мне несут такую доходность, как если бы я не снимал эту недвижимость в аренду. Ну, то есть, вот мы идем на противоположной стороне, да, в нашем примере с собственником квартиры, когда я снимал. Он получает 1,5%, 1,6% на стоимость своего актива. Соответственно, если бы я совершил эту сделку и купил бы за наличные эту квартиру за 100 миллионов, то моя рентабельность, моя доходность бы составляла 1,5%, 1,6%. Зачем? Когда я, допустим, могу там с рыночными инструментами делать доходность 20%, если у меня есть капитал 100 миллионов, я со 100 миллионов могу сделать 20 миллионов прибыли, заплатить по-честному НДФЛ 13%. И с вот этой вот разницей, там 1,560,000 заплатить за аренду, а остальные деньги будут прирастать. Поэтому я, как бы, и смотрю, так как бюджетный сегмент, бюджетное жилье, там меньше порог входа, все-таки, что не говорить, да, то там идут вот эти вот дисбалансы. То есть, чем более элитное жилье, тем более высокий уровень жизни она предоставляет, и там менее привлекательная доходность для собственника. В бюджетном сегменте, соответственно, доходность повыше на уровне 4-5%. Но опять-таки, даже 4-5% это не перекрывает ту доходность, которую можно получить в настоящий момент. Поэтому я постарался объяснить свою собственную позицию, то есть, почему я критикую недвижимость, потому что, еще раз, с 2007-2008 года я считаю, что цена на недвижимость в России высокая, а высокая по отношению к тем доходам, которые есть у нас в стране. И рынок всегда приходит к среднему значению. У нас или доходы должны вырасти, но если у нас вырастут доходы, то у нас будут больше зарабатывать бизнесы, у нас будет больше доходности акционеров, я являюсь акционером, или у нас, соответственно, цены на недвижимость упадут. И упадут существенно, да, и придут к каким-то разумным значениям. Поэтому я не говорю, что это так. И опять, очень важная оговорка, я говорю сейчас про жилую недвижимость. То есть, есть еще другие классы недвижимости, да, есть development, есть увеличение ценности, есть увеличение цены недвижимости, да, то есть надо смотреть достаточно широко. У меня есть в портфеле недвижимость, но она просто не жилая. Вот и все. Которая позволяет мне арендовать жилую недвижимость. Друзья, на этом у меня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Оставляйте комментарии.